здравствуйте дорогие друзья здравствуйте уважаемые подписчики я красовский сергей подростковый психолог молодежный наставник и так как же отвадить наших дорогих подростков от виртуальной реальности от гаджетов от игр которые их так захватывают в последнее время но по моим наблюдениям все больше и больше прежде чем ответить на этот вопрос вопрос такой действительно непростой я бы хотел предложить вам посмотреть на ситуацию с другой стороны а почему наши дети так активно погружаются в виртуальную реальность что они там находят наверное некоторые из вас знают что примерно полгода назад я написал статью на эту тему почему нашим детям так нравятся компьютерные игры она так и называется если хотите на канале яндекс дзен эта статья есть ее можно легко найти так вот в этой статье я там очень много нашел так сказать ответов на этот вопрос потому что провел вопрос среди детей но я скажу коротко они хотят быть самостоятельными то есть они хотят самостоятельно контролировать они хотят влиять и достигать результатов вот чем дело то есть по сути дела то что делаем мы взрослые они хотят делать нашу взрослую работу они хотят жить так как живут взрослые люди понимаете это на самом деле очень интересный эффект что наши дети в компьютерной игре себя проявляют они сами решают там свои задачи сами находят выходы из каких-то ситуаций при этом они еще обучают друг друга общаются находят еще какие-то дополнительные общие интересы понимаете какая штука то есть виртуальное пространство заменяет реальность на сто процентов по сути дела ну за исключение там каких-то небольших физиологических моментов конечно забирая ребенка из виртуального пространства и погружая его в реальную жизнь мы наверное наносим какой-то дискомфорт ну и причиняем дискомфорт кому как больше нравится вот а причиняем почему потому что наши дети они не справляются с тем что с ними происходит они до конца не осознают что слишком большой информационный поток в школе плюс чего греха таить мы взрослые не всегда подбираем выражение как мы общаемся с нашими детьми то есть мы очень часто сводим свое общение к тому что командуем наставляем контролируем навязываем и нашим детям это не нравится поэтому они создают себе альтернативную реальность то есть они убегают в игру где они могут все делать самостоятельно а теперь я хотел бы ответить на вопрос как же уменьшить количество игры вот я в таких случаях уважаемым родителям предлагаю не отобрать источник информационного потока а гаджет это источник информационного потока да я думаю все это понимают а добавить вот общий информационный поток который так есть добавить туда еще то что нам хотелось бы донести до наших детей ну например в одном из своих недавних видео я сказал что хорошо было бы запланировать вот какие-то конкретные навыки гибкие навыки которым желательно научить ребенка вот такой гибкий навык как ухаживать за гигиеной своего тела убирать кровать мыть за собой посуду убирать свою комнату научиться нормально разговаривать с ребятами то есть находить общий язык научиться прощать обидчиков и не носить эту обиду в себе потому что но мы понимаем что это наносит ущерб человеческой психики понимаете то есть каким образом я предлагаю поступить я не предлагаю вот отвадить прямом смысле слова я предлагаю добавить с помощью расписания то есть первый шаг мы взрослые создаем достаточно лояльная я бы так сказал гибкое расписание которое нам поможет значит ребенка и интегрировать вот в систему отдыха то есть не нужно допускать чтобы ребенок во сколько хотел ложился потому что и во сколько хотел вставать ну потому что это будет нарушение режима и это нарушение режима всегда приводит к стрессу всегда поверьте просто поверьте на слово я уже девять лет подростковый психолог допустим на июнь вы запланировали вашему ребенку там ходить в магазин научиться нормально общаться с ребятами готовить себе еду ну вот допустим три вот таких вот навыков течение июля значит что вы делаете да вы пишете эти навыки что вы планируете на июль да какие там три навыка вы планируете на июль какие три навыка на август конечно хорошо при этом еще как-то освежать в памяти школьную программу слава богу сейчас в открытых источников очень много уже записанных готовых уроков потом различным классом то есть можно просто поискать в интернете они уже есть много разных репетиторов преподавателей они прям записывают школьную программу с какими-то своими там комментариями пояснениями в общем горячо рекомендую соответственно если вы уходите на работу да теперь нам нужно это распределиться по времени и по датам вы составляете прежде чем что-то делать вы составляете этот график да вы уходите с утра на работу и ваш ребенок знает что в девять часов допустим ну я условно говорю прозвенит будильник нужно там встать прибрать кровать там сходить в душ там сделать зарядку ну какие такие вещи да после этого значит у вашего ребенка есть задача например там приготовить что-то покушать ну я условно говорю сейчас или там какой-то другой навык отработать то есть ребенок выполняет значит первое необходимый утренний ритуал потом значит допустим тренирует свой навык ну как вариант это может быть пробежка вокруг дома да вот там потренироваться спортом соответственно ребенок там пробежала отфотографировал себя что он пробежал возвращается домой естественно садиться играть за компьютер или там в телефоне начинает играть вот через какое-то время допустим часа через два желательно не больше чем два часа желательно даже еще меньше у него там снова звенит будильник и нужно что-то там сделать ребенок значит то делает там не за готовит еду допустим и там за убирает комнату ну то есть график 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 после этого у него значит есть еще свободное время там нельзя погулять с собакой встретиться с друзьями там погулять с ними вот через какое-то время значит вы приходите домой и отрабатывайте допустим снова навык ну раз раз уж я заговорил про приготовление пищи ну то есть вот ребенок купил там сходил в магазин купил продукты вот вы приходите домой и начинаете все вместе готовить сразу хочу сказать что это крайне полезное мероприятие включаете мальчика включайте девочек детям нашим нравится что-то вместе делать с родителями конечно при условии если не испорченные отношения если ребенок категорически вместе с вами уважаемые мама уважаемый папа не хочет ничего делать значит у вас испорчены отношения тогда вам нужно начать с того чтобы эти самые отношения наладить не знаете как спросите меня бесплатные консультации по-прежнему присутствуют действуют можете обратиться в любой момент я найду для вас время теперь дальше после того как вы составили этот график и вы знаете что у вас нормальные отношения с ребенком вы проводите как говорится с ребенком переговоры то есть вы показываете график и договариваетесь что в случае выполнения в течение недели недели не месяца недели определенных обязанностей с фотоотчетом там с видео роликами соответственно вы в субботу подводите итог и награждаете если ребенок начинает саботировать что вы договариваетесь что вы допустим там сокращаете время играние там в том же самом гаджете да ну то есть там отключается интернет ну как вариант вот ну в качестве за то что не справился то есть интернет забирается для чего для того чтобы почистить так сказать хвосты работу провести над ошибками то есть не в качестве наказания а в качестве не поощрение ну или там дополнительная какая-то ответственность вот допустим со своими детьми я стараюсь практиковать дополнительную ответственность то есть если ты там в четверг допустим не смог или там не смогла что-то сделать ну тогда ты можешь субботу взять на себя дополнительную ответственность это воскресенье и что-то там еще сделать полезное для семьи обязательно для семьи то есть это должно быть для общего благо они там конкретно для кого-то тогда ребенок понимает еще ценность семейных отношений вот у подростка начинает формироваться это понимание вот то есть вы договариваетесь сразу хочу вас предупредить да ребенок будет всячески саботировать вот эту вот эту работу первые две недели вы берете на себя ответственность вежливо напоминать чаще говорится пожалуйста мы договорились мы с тобой подписали договор я тебе объяснила ли там объяснила что хождение в магазин учит тебя принимать ответственные решения хождение в магазин учит тебя общаться с разными людьми тем более людьми со старше тебя понимаете то есть вы показываете ребенку какая выгода будет в результате то есть какой смысл всех этих действий до ребенок будет сопротивляться это как раз повод договориться повод научиться с ребенком договариваться опять же не знаете как договариваться спросите меня не хотите спрашивать посмотрите у меня есть много видео на эту тему как на дзене так на ю тубе так вконтакте и в одноклассниках пожалуйста на всех этих платформах можно ознакомиться с материалами как договариваться с ребенком их много этих материалов поэтому пожалуйста берите и пользуйтесь теперь продолжаем дальше на работа над собой что поможет мне как родителю как отцу достигнуть вот этой цели то есть научить в течение июня месяца или там июля месяца или там августа научить ребенка каким-то навыкам полезным навыкам что мне может помочь то есть какие у меня есть ресурсы прописывайте эти ресурсы дальше вы пишете что мне может помешать достигнуть цели то есть сразу стараетесь увидеть заранее своего так сказать врага в лицо и позаботиться о том чтобы этот самый враг вам не помешал ну например вы знаете что вы сами по себе человек не очень организован не хорошо и неплохо или там на работе слишком заняты и можете забыть нам позвониться там спросить проконтролировать как-то ненавязчиво значит ставьте себе будильник то же самое составляйте себе расписание через две недели это войдет в привычку и в любом случае это сделает вас сильнее подумайте еще что может вам помешать достигнуть цели может быть вы не верите в себя или например у вас очень много каких-то страхов опасений каких-то неприятных ожиданий ну понятно да с этим врагом идете к психологу работаете психолог вам понимаю помогает разобраться в чем собственно говоря сложность чем собственно говоря проблем дальше шестой уже шаг как я буду действовать если на каком-то этапе что-то пойдет не так то есть каким образом я буду себя вести смоделируйтесь для себя ситуацию что ребенок допустим сказал да 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 я все сделаю в результате вы приходите вечером и вы видите что не сделано как вы будете себе вести что вы будете говорить вашему ребенку так чтобы не испортить отношения напоминаю что психологическое давление она не работает абсолютно не работает наши дети настолько сильно привыкают психологическому давлению в школе что они уже просто могут вас даже не слышать вы будете стоять рядом говорите какие-то ваши там родительские наставления и ребенок вас будет не слышать ну то есть всячески со и естественно всячески сопротивляться после того как вы проработаете вот эти пункты можно задать себе еще один такой контрольный вопрос такой контроль в голову что еще мне необходимо для достижения цели подумайте иногда подсознание выдает просто очень интересное решение следующий этап как я уже сказал значит после того как вы с этим планом сами для себя подружитесь вы этот план интегрируете в жизнь и первые две недели всячески ребенку помогаете этот план выполнять то есть выполнять это расписание выполнять все договоренности после того как две недели проходят вы уже начинаете играть по взрослому естественно эти две недели несмотря на то что вы подсказываете помогаете напоминаете по субботам вы делаете вознаграждение это может быть финансовое вознаграждение это может быть еще что-то там не знаю поход в какой-то там кафе покупка каких-то вещей не знаю вы знаете своего ребенка лучше поэтому вам решать какое-то будет вознаграждение но оно должно быть достаточно интересным для ребенка чтобы ребенок все-таки приложил усилия ну и в конце дорогие мои друзья я хотел бы пригласить ваших детей на курс самооценки очень хороший замечательный легкий и простой в обращении курс который на сто процентов привьет вашему ребенку полезные навыки курс всего лишь недельный вы можете просто запланировать на неделю что ваш ребенок там допустим с 12 июня до 16 июня пять дней в ежедневном формате проходит курс самооценка супергероя стоит это все дело очень недорого поэтому если вам интересно если вы думаете что то что я сейчас наговорил достаточно ликвидно для вас и вы можете взять это на вооружение пожалуйста обращайтесь буду очень рад быть для вас полезным большое спасибо за внимание всем желаю счастья здоровья и всего-всего самого наилучшего пока друзья